Формы движения жидкости и газа сложны и трудно прогнозируем. Причина этой сложности во многом связана с турбулентностью. Турбулентность — это особая форма движения, которая изменяется в пространстве и во времени. Турбулентные движения, как правило, случайны и хаотичны. Но иногда могут носить довольно регулярный, упорядоченный характер. Факторы, приводящие к возникновению турбулентности, разнообразны. Они связаны с нарушением устойчивости основного движения. Возникновение турбулентности приводит к разделению всей массы движущейся жидкости на отдельные объемы, совершающие индивидуальные движения при сохранении своего участия в общем движении. Турбулентность возникает как в жидкостях, так и в газах. Нарушение устойчивости основного движения характерно для взаимодействия двух средств различной плотности. Например, при впадении пресноводной реки в море образуется граница раздела, при разрушении которой возникает турбулентность. Основатель учения о турбулентности Осборн Рейнольдс установил, что устойчивость ламинарного течения в трубе определяется безразмерным параметром, включающим в себя диаметр трубы, скорость течения и вязкость жидкости. Этот параметр называется числом Рейнольдса. Ламинарность течения сохраняется лишь при значении числа Рейнольдса, которое для движения в трубе не превышает 2300. Ламинарность течения в открытых потоках сохраняется при числе Рейнольдса не более 580. Превращение ламинарного движения в турбулентное происходит не сразу, а постепенно, с увеличением скорости в некотором диапазоне чисел Рейнольдса, близких к критическому значению 2300. Устойчивость движения нарушается, нарастает количество турбулентных зон, между которыми движение остается ламинарным. Таким образом, течение оказывается перемежающимся, то ламинарным, то турбулентным. Отношение периода турбулентного движения к общему периоду движения называется коэффициентом перемежаемости. С увеличением степени турбулизации потока коэффициент перемежаемости увеличивается и при полной турбулизации достигает единицы. Турбулентность приводит к интенсивному обмену импульсами между слоями движущейся жидкости или газа и к резкому возрастанию касательных напряжений. В результате взаимодействия отдельных масс жидкостей, движущихся хаотически, возрастают энергетические потери в потоке и изменяется физическая природа касательных напряжений. Развитие турбулентности в потоке зависит от шероховатости речного русла или канала, от уровня начальных возмущений и от условий формирования потока. Если на начальном участке течения есть резкие расширения и перепады уровня, приводящие к соударению струй и образованию вихревых зон, турбулентность развивается более интенсивно. При обтекании тел вблизи их поверхности образуется пограничный слой, в котором течение становится турбулентным лишь на некотором расстоянии от передней кромки. Это расстояние зависит от конфигурации тела и определяется скоростью и вязкостью жидкости. При этом число Рейнольдса в среднем близко к 400 тысячам. Наличие выступов и неровностей на поверхности тела уменьшает это значение числа Рейнольдса. Турбулентные возмущения в пограничном слое возникают в виде отдельных пятен на жесткой границе. С увеличением числа Рейнольдса число образующихся турбулентных пятен нарастает. Течение становится все более турбулентным. Пятна растут, сворачиваются в полосы, которые вытягиваются, проникают в толщу потока и разрушаются. Жидкость при этом интенсивно перемешивается и как бы вскипает. При обтекании тел площадь, занятая вихревыми образованиями, называется турбулентным следом. Неустойчивое вихревое течение в следе влияет на величину давления в кормовой зоне обтекаемого тела. Величина давления сильно пульсирует во времени. Аэродинамический след, например, за автомобилем, подобен следу за телом, движущимся в жидкости. Поиски новых форм направлены на уменьшение аэродинамического сопротивления, связанного с турбулентностью. Оптимальные формы конструкции отрабатываются на основе модельных испытаний в лаборатории. Что приносит значительный экономический эффект. След образуется не только за движущимся телом, но и при обтекании потоком неподвижных объектов. Размеры, или, как говорят, масштабы турбулентных вихрей L вблизи тела зависят от размера тела. В данном случае от диаметра цилиндра. В вихре размером L перемещаясь со скоростью U следует с частотой N, равной отношению скорости к размеру вихря. Турбулентный характер обтекания влияет также на распределение давления по поверхности шара и на общую величину силы, с которой поток действует на шар. Интенсивная турбулентность в следе за шарообразным телом приводит к увеличению давления в его кормовой зоне и к снижению силы, действующей на это тело. Уже сегодня, с учетом гидродинамических особенностей обтекания тел шарообразной формы, разработаны многие оригинальные конструкции. Турбулентность воздушного потока является причиной подъема частиц песка и образования бархана. Подобные явления наблюдаются и в водных потоках. Вследствие этого в руслах рек образуются рифели и гряды. Турбулентность, возникающая при обрушении волн на берег, приводит к размыву берегов, взвешиванию частиц грунта и перемещению их в глубокие зоны акватории. Периодичность воздушных вихрей может привести к раскачиванию различных устройств. Известно, что высотные сооружения могут раскачиваться с амплитудой в несколько метров. Аналогичные явления в водных потоках при достаточно высоких скоростях обтекания могут привести к разрушению гидротехнических и других сооружений. Внешне турбулентный вихрь похож на воронку, образующуюся в жидкости либо на смерч, возникающий в атмосфере. Смерчи и тайфуны представляют собой наиболее мощные проявления крупномасштабной атмосферной турбулентности, которые нередко приводят к катастрофическим последствиям. В связи с этим турбулентность является предметом современных научных исследований инженерной гидравлики. Они выполняются с использованием сложных измерительных устройств, формирующих аналоговый сигнал, который изменяется в зависимости от характеристик турбулентности. Сигнал записывается и затем обрабатывается по достаточно сложным программам для получения надежных статистических характеристик турбулентности. Исследование турбулентности в атмосфере позволяет повысить точность прогнозов погоды. Результаты исследований используются при проектировании различных гидротехнических, в том числе берегозащитных сооружений, с помощью которых разрушительная энергия волн превращается в энергию мелкомасштабных турбулентных вихрей. В ряде случаев, когда необходимо защитить инженерные сооружения, непосредственно от волнового удара, создают специальные волногасящие конструкции. Они разбивают волну на отдельные струи, соударения которых рождают турбулентность и гасят энергию. При сооружении гидротехнических комплексов и мощных гидроэлектростанций важно правильно учитывать разнообразные эффекты, связанные с турбулентностью. Единство закономерностей турбулентного движения жидкостей и газа позволяет создавать новейшие аэрогидродинамические аппараты. В явлениях аэродинамики критическое значение числа Рейнольдса лишь характеризует переход ламинарного течения в турбулентное, но никак не объясняет причин этого удивительного превращения. Только недавно было установлено, что причины кроются в общей неустойчивости движения, возникающей лишь при определенных условиях. Турбулентность это одна из наиболее распространенных и пока еще недостаточно изученных форм движения жидкостей и газов в технике и в природе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok